Старение приходит ко всем, не исключая рок-звезд. И если они не успели умереть до старости, то, скорее всего, они тоже будут выглядеть старыми. Но некоторые рок-звезды не просто выглядят старше с возрастом – они становятся совершенно иными людьми внешне. С момента прорыва в 90-х Декстер Холланд из Offspring выглядел в основном одинаково – футболка, джинсы и острая светлая прическа. Помимо нескольких лишних килограммов, типичных для старения, он сохранил свой внешний вид почти всю свою карьеру. Но до того, как Offspring продвинули панк-рок в массы, он на самом деле выглядел совершенно иначе. Вместо коротких и шипастых волос, он напевал свои мелодии с дредами до груди. Это был, конечно, интересный вид, но явно не лучшая идея. Проще говоря, волосы Холланда были слишком тонкими, так что выглядели ужасно. Он смотрелся не стильно, а так, будто только что вышел из душа и не успел просушить волосы. Но как только Холланд отрезал свои дреды и принял формат склеенных келем острых волос, продажи его группы изменились категорически. Было это связано с его новым имиджем или нет – спорный вопрос, но он ничем не рисковал, решив изменить такую прическу. Так или иначе, колючие волосы Холланда украшают каждую бутылку его личного острого соуса Гринго Бандито, что делает его образ действительно бессмертным. Майкл Стайп, солист альт-рок гиганта Рэм, за свою карьеру сменил три совершенно разных стиля. Когда группа сформировалась в начале 80-х, у Стайпа было очень много волос на голове. Его темные вьющиеся локоны спускались до плеч, и он выглядел очень хорошо. Но волосы не вечны, и волосы Стайпа постепенно стали исчезать. К 1987 году, когда группа распалась, его волосы стали намного короче и начали истончаться. Это был конец длинных роскошных причесок, которыми он был знаменит, и к началу 90-х он стал абсолютно лысым. Но независимо от того, что украшало его череп, он всегда брил своё лицо начисто, за редким исключением короткой щетины. Но сейчас всё изменилось. Сегодняшний Майкл Стайп в значительной степени на пенсии после раскола Рэм в 2011 году, и теперь он примирился со своим внутренним Сантой Клаусом. Он отрастил огромную густую белую бороду, продолжая при этом держать голову по большей части почти лысой. Это, плюс блестящий пирсинг в носу, должно гарантировать, что Стайп остается максимально альтернативным и не-мейнстримовым, каким и был, когда занимал первые места в чартах. – Я получил много, типа, эй, элф-гай, Билл Мурри, Скидро Санта, около этого года. И пускай Оззи Осборн всегда был Принцем Тьмы, он не всегда так выглядел. Когда он начинал с каноничной металл-группой Black Sabbath, он выглядел почти как любой парень с длинными волосами, которого можно было встретить на улицах Бирмингема в 1960-х годах. Он одевался в приятные земляные тона, носил расчесанные пушистые каштановые волосы, не носил грим, даже ради сцены, и у него был непринужденный и гостеприимный взгляд, хотя и были некоторые татуировки на костяшках пальцев. Что ж, перенесёмся в будущее, и Оззи полностью изменил свой облик, чтобы отражать свою легендарную репутацию. У него гораздо больше татуировок, и все они суперкрутые. Почти всё, что он носит сейчас, является чёрным. Он наносит тонну подводки для глаз, чтобы выглядеть ещё более зловещим и пугающим. К тому же процесс старения в случае с Оззи действительно пошёл на пользу для его сценического образа. Гораздо проще выглядеть предвестником смерти, когда ты сам не так далёг от неё. – Я украл мою кожу в джану, у меня была пневмония, б***ь, кровь, кровь, кровь и всё это сегодня. Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс является примером из учебника о том, что может произойти, если довести переизбыток рок-н-ролла до логического предела. И он не похож на старую версию самого себя, и выглядит сейчас совершенно другим человеком. Это может удивить многих людей, но Кит Ричардс действительно был молодым. Более того, он даже выглядел молодым – с гладкой кожей и волосами, на которые не успели повлиять годы употребления наркотиков и алкоголя. Спустя десятилетия это, очевидно, уже не так. Морщины Ричардса глубокие, его глаза утонули и видно, что устали. И пускай у него ещё много волос, они уже не так роскошны, как в его 60-е годы. Хотя дело тут не только в старении. Даже в начале 80-х фронтмен группы Мик Джаггер всё ещё выглядел довольно молодым, в то время как Ричардс уже выглядел значительно старше. Хотя им обоим было по 40 лет в 1983 году. Фронтмен Металлики Джеймс Хэтфилд постарел довольно изящно, но это не меняет того, что если бы он смог вернуться в прошлое и встать рядом с собой из 80-х годов, 9 из 10 человек, вероятно, стали бы настаивать, что они даже не родственники. Как и у большинства металлистов 80-х годов, у Хэтфилда были очень длинные волосы, хотя он и не козырял ими, в отличие от остальных его коллег. Он также был стройнее и был выбрит начисто, и не решался отрастить бороду до второй половины своей жизни. У сегодняшнего Хэтфилда волосы намного короче, не говоря уже о том, что они белые. Он определенно прибавил в весе, не говоря уже о мышцах, которые необходимы, чтобы играть на гитаре так же долго и тяжело, как он. Плюс, из-за волос на его лице он выглядит совершенно иначе, в отличие от того сумасшедшего молодого парня, который кричал песни из альбома Kill Em All. Возможно, даже более резким, чем изменение внешности Хэтфилда, является изменение его голоса. Его фирменный грубый вокал узнать легко, но на ранних записях всё было иначе. Например, на раннем демо Hit Lights его голос был тоньше и намного выше, а агрессия была почти нулевой. Такой голос не подходил под волнующую музыку, и, к счастью для его группы и истории музыки в целом, он быстро сменил курс. В конце 80-х и начале 90-х фронтмен Guns N' Roses Axl Rose был на пике мира металла, и выглядел он соответствующе. Физически к его образу подходило всё – он был худым, у него были пронзительные глаза, и он качал своими длинными рыжими волосами сильнее, чем кто-либо другой. Помимо его умения драться с фанатами и демонстрацией характера со сцены, у Axl Rose было не так уж и много, о чём можно было бы сказать круто. Но годы не были добры к мистеру Rose. Его волосы, пускай и довольно длинные, уже не такие рыжие, как раньше, а выцвевшие глаза больше не пронзают душу, а нежно тыкают в неё. И, как и многие другие люди его возраста, он немного прибавил в весе. Тем не менее, сегодня он выглядит лучше, чем несколько лет назад, когда он был ещё крупнее и носил на лице волосы, которые просто заставляли его выглядеть ещё более беспорядочным, чем обычно. И, пускай сейчас он выглядит лучше, можно с уверенностью сказать, что времена, когда Axl Rose зажигал в коротких шортах, чтобы показать свои стройные спортивные ноги, давно прошли. Боб Дилан является доказательством того, что волосы на лице могут полностью изменить чей-то внешний вид в худшую сторону. Его образ 60-х годов, пожалуй, самый знаковый, вероятно потому, что именно тогда он стал музыкальной иконой. Он был гладко выбрит, носил тёмные волосы и был похож на молодого, модного, музыкального бит-поэта, каким и был. Несколько десятилетий спустя не так многое изменилось, за исключением, очевидно, его возраста. Его волосы теперь немного более седые, хотя до сих пор довольно густые. Он в основном одевается так же, и его лицо выглядит примерно так же, как и тогда, только с большим количеством линий. И всё же он иногда выглядит как совершенно иной человек, а всё по одной причине – эти печально известные усы. Где-то в 90-х Дилан начал носить тонкие волосы над губами. Часто из-под его ноздрей выходили две линии по диагонали, и даже такое небольшое количество волос резко меняет его внешний вид. Хорошо выглядят усы или нет, зависит от мнения каждого, но он определенно выглядит иначе. Хотя, наверное, ему так и нравится. В конце концов, он тот самый парень, который продолжает играть свои собственные песни по-разному, так почему бы ему и со своей внешностью не поступить так же? Легендарная рок-звезда Нил Янг никогда не вписывался в тот стереотип, который большинство людей считают самым привлекательным в мире. Тем не менее, годы, безусловно, сильно ударили по нему, и сейчас кажется, что он молодой и он нынешний – это два совершенно разных человека. У молодого Нила Янга был худой, неуклюжий взгляд с темными, вьющимися, соответствующими стилю волосами. И пускай взгляд современного Нила Янга остался прежним, про его телосложение такого не скажешь. Его волосы стали светлее и гуще, и теперь их дополняют более белые пушистые бакенбарды, которые не особо соответствуют его лицу. Он намного тяжелее, чем был раньше, и его морщинистое лицо выглядит даже старше из-за вездесущего сердитого взгляда. В его случае справедливо предположить, что морщины не всегда красят человека. Образу Янга не очень помог выбор моды – он всегда был музыкантом в футболке и джинсах, но старые фланелевые и морщинистые рубашки, не говоря уже о потертых гитарных ремнях, которые он регулярно носит, подчеркивают образ бродяги, а не рок-звезды с многолетним опытом. Возможно, он выглядит так специально, чтобы испускать как можно больше энергии для каждого человека, но это сработает только для тех, кто стремится выглядеть как он. Хотя, возможно, именно к этому он и стремился. – Какой цвет у меня был, когда я делал это? – У тебя красивые бронежные, красивые! – Ты встал, да? – Совершенно! Даже тот, кто покорно следил за многолетней карьерой Грейс Слик с самого начала, не смог бы узнать её сегодня. Она практически не сохранила свою знаменитую внешность, и ей было всё равно, если кому-то это не нравится. Её вид на пике славы был поразителен, если не сказать больше. У неё была внешность супермодели, тёмные чёрные волосы и чемпионские подводки, поэтому влюблялись в неё с первого взгляда. Но перенесёмся в 2019 год, и она уже совсем другая женщина. Её волосы белые, как снег, на лице минимальная косметика, и она прибавила в весе. Конечно, она всё ещё выглядит приятной, счастливой и здоровой, но она совсем не похожа на бывшую Леди Белый Кролик. Причина такого резкого изменения проста – она на пенсии, и ей это нравится. Слик оставила музыку после воссоединения Джефферсона и Airplane в 1989 году, когда ей было 50 лет. По её словам, это был идеальный возраст для выхода на пенсию, потому что, как она однажды сказала, «Все рок-н-ролл-звёзды старше 50 лет выглядят глупо и должны уйти на пенсию» Она обсуждала свой веганский образ жизни, так же шутя, как и раньше, и она не всегда придерживается его. Она сказала USA Today в 2001 году, «Если я увижу большой шоколадный торт с яйцами, я его съем» Возможно, она больше не хочет выходить на сцену и зажигать Somebody to Love, но Грейс Слик, безусловно, всё ещё любит проводить время на вечеринках. Линда Ронстад прославилась своим неизгладимым голосом и особым взглядом. В разгар своей карьеры она завоевала репутацию одной из самых красивых женщин в музыке. Всё в ней привлекало внимание людей. Это, в сочетании с её способностью петь практически в любом музыкальном стиле, будь то рок, кантри, джаз, опера или даже мариаччи, принесло ей миллионы долларов. Она была настолько влиятельной, что, просто надев роликовые коньки, могла запустить национальное увлечение роликовыми коньками. Но это было ничто по сравнению с национальным увлечением самой Ронштадт. Однако её нынешний образ далек от всего этого. Многое из этого имеет отношение к процессу старения, да и её стрижка теперь совершенно иная. Но, без сомнения, самая большая проблема с Ронстадт – это её потрясающий голос, которого у неё больше нет. Она вышла на пенсию с 2009 года, и болезнь Паркинсона полностью лишила её способности петь. Как она рассказала AARP в 2013 году, «Никто не может петь с болезнью Паркинсона, независимо от того, как сильно ты стараешься. И в моём случае я не могу спеть ни одной ноты» Никто не ожидает, что юношеские годы останутся с нами навсегда, но потерять такой мощный голос – бесконечно грустно. – Я лезвенна, поэтому это хорошо, что я лезвенна. Я рада, что у меня есть время. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!